Друзья, привет! С вами Григорий Пронин. Продолжаем наш марафон полезных роликов прямо из кровати. Александр Гейко задал вопрос. Вопрос не по одежде, но думаю вы поможете. Год назад вы говорили о английских костюмах и советовали к просмотру такой сериал как «Дживс и Вустер» «Пуаро». Могли бы посоветовать еще фильмы на подобную тематику, в подобном стиле и с классными костюмами? Друзья, конечно, мог бы. Я даже создал хит-парад топ-10 фильмов и сериалов с хорошими, классными, а я бы сказал даже классическими костюмами, которые мы сейчас этот хит-парад разберем. Первый пункт все знают, мы не будем на них останавливаться надолго, а дальше будут интересные фильмы и сериалы, которые я рекомендую к просмотру. Если вы их не видели, то обязательно посмотрите, если вы интересуетесь классными, классическими костюмами. Значит, пункт номер один – это «Пуаро». Старшее поколение знает этот детективный сериал наизусть, этого главного действующего героя, который изображен на фото. Очень хорошие английские костюмы. Дальше. Дживс и Устер. Этот комедийный сериал очень хорош. Здесь играет тот же актер, который играет в сериале «Доктор Хаус». «Доктор Хаус» тоже очень хороший сериал, но он не отличается классическими костюмами. А вот Дживс и Устер. Да, здесь очень классные костюмы. Тоже английские классические костюмы. Рекомендую, если вы еще не посмотрели. Фильм. «Однажды в Америке». Здесь действительно хорошие костюмы эпохи сухого закона в Америке. Здесь очень классные костюмы и в сценах, где главные действующие герои были детьми. И дальше, когда они повзрослели, все это в стиле реализм. То есть костюмы, они и потертые, и могут быть какие-то прохудившиеся. Но очень здоровские. Кепки, восьмиклинки, как сейчас на мне. Тоже такие же, да? Рекомендую смотреть этот фильм, если вы еще не посмотрели. Давайте дальше. Да, там играет Де Ниро. Следующий. «Сьюц». Костюмы. Форс-мажоры. Это разные типы перевода на русский. Вообще, ну, «Сьюц» называется. Сериал. Значит, смотрите. Вот этот вот актер. Это Гэбриэл Матт. Он же главный действующий герой Харви Спектр. Он же режиссер. На нем же самые лучшие и хорошо сидящие костюмы. Значит, как я понял, режиссерская задумка этого сериала такая. Чем герой круче, в хорошем смысле, то есть добрый, хороший герой, тем лучше на нем сидит костюм. Например, вот этот вот Луис Лид, это такой сомнительный герой. Он обладатель костюмов, которые сидят плохо на нем. На нем, обратите внимание, всегда костюмы сидят плохо. Но он и постоянно в просаг попадает там. То есть он постоянно в каком-то неудобном положении для себя оказывается. Ну и костюм на нем плохо сидит, да? Вот второй действующий герой. На нем костюм сидит лучше, но, конечно, не так же хорошо, как на Харви Спектре. Это лично мое наблюдение. Я могу ошибаться. Вы тогда напишите в комментариях. Но мне кажется, что режиссер, он же Габриэл Матт, он же главный действующий герой, и именно так и задумал. Вообще круто быть режиссером, можно снимать себя в главной роли. Дальше. Вот. Подпольная империя, друзья. Это очень крутой сериал в плане сюжета. Он очень интересный. И в плане костюмов. Это едва ли не самый лучший сериал именно в плане костюмов. Значит, сериал от создателей Клана Сопрано. Клан Сопрано это вообще сериал. Самый лучший, мне кажется, сериал, который вообще мог быть. Ну, который был. Который я смотрел. Но костюмами он, опять же, не блещет. Так что мы рассматриваем здесь подпольную империю. На фото Енух Наки Джонсон. Его играет Стив Бушами. У него тоже, мне кажется, самые крутые костюмы. Но, может быть, не самые крутые. Там действительно очень много именно классных, с иголочки одетых людей. В американском стиле. Это тоже эпоха сухого закона. Но костюмы действительно очень крутые. Ребята, я рекомендую вам просмотр этого сериала, честное слово. И что интересно. Все костюмы крутые. И на героях, которые... Ну, по фильму они состоятельные. Они могут себе позволить хорошие костюмы. И на бедных героях. На них тоже интересные костюмы. Но они, естественно, потертые. Кепки. Кепка у одного героя. Она рваная с дырками. В общем, в костюмном плане супер сериал. Слушайте меня. Кровать скрипит. Вот. Рекомендую. Очень хороший сериал. Во всех планах. И сюжет, и костюмы, и все. Дальше. Безумцы. Как назвали этот сериал, перевели в России. Мэдмен. Если говорить о оригинальном названии. А, кстати, знаете, что оригинальное название это сокращение от Мэдисон Авеню Эдмен. В переводе рекламщики с Мэдисон Авеню. Они сократили и сделали Мэдмен. Безумцы получилось. В общем, что здесь интересного. Сюжет очень интересный. Классный. Костюмы сидят не везде хорошо. Но костюмы в стиле того времени и заслуживают внимания. Ну, сидят не идеально. Давайте смотреть дальше. Вот этот сериал наверняка понравится пользователю Гонча. Потому что с Олегом Гончаром мы как раз про этот сериал говорили. Он восхищен этим сериалом. Здесь Доктор Лектор. Вот как раз видите. Это Доктор Лектор. Он всегда одет очень хорошо. Ну, вообще эстет и в одежде. И особенно в приготовлении экзотических блюд. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если посмотрели этот сериал. В общем, рекомендую. И в плане сюжета. И в плане костюмов. Очень хороший сериал. И съемки там тоже очень красивые и интересные. Давайте дальше. Острые козырьки. Обратите внимание. У нас есть кое-что схожее с этим главным героем. Угадайте, что. Значит, про что это сериал? Это Берлингем 20-х годов. Семья Шелби. Вообще, самая жестокая гангстерская банда. Значит, отличительная особенность их. Была в том, что они носили кепки и вшивали вот сюда бритву. Опасную бритву, чтобы использовать в крайнем случае ее по назначению. Не знаю, порезать кого-то. Очень хорошие костюмы. Мне нравится. Сами видите, да? Тут костюм Тройка из какой-то грубой ткани. Это твит, наверное. Не могу точно сказать. Или фланель. Ну, в общем, вот эти вот закругленные воротнички, всякие булавки, как и в «Подпольной империи». В общем, рекомендую. В плане костюмов отличный сериал. В плане сюжета я, к сожалению, до конца его не досмотрел. Не потому, что он неинтересный, а потому что, ну, просто не досмотрел. Видимо, дела какие-то появились. И я его забросил. Обязательно вернусь к просмотру этого сериала. И даже, чтобы отдать дань уважения к костюмам, к работе костюмеров и дизайнеров, я его обязательно посмотрю. Чего и вам желаю. Если у вас есть мысли какие-то, чем дополнить мой рассказ по сюжету, пожалуйста, пишите комментарии. Так. А дальше у нас многосерийный фильм всех времен и народов. Это Джеймс Бонд, агент 007. Вот у нас здесь Дэниел Крейг. Кто-то говорит, что Дэниел Крейг не очень такой хороший, подходящий актер для роли Джеймса Бонда. Я с этими людьми не согласен. Я считаю, что Дэниел Крейг вообще идеальный. Джеймс Бонд мне нравится. Ну, естественно, костюмы у Джеймса Бонда всегда самые крутые. Джеймс Бонд вообще самый крутой. Он одет с иголочки. Он эстет и в одежде, и в поведении. Он джентльмен. Он умеет правильно себя вести. С него нужно брать пример. Он мужественен. Благороден. И далее по тексту. В общем, Бондиану смотрите полностью. С первых серий до последних. И вы увидите классные, крутые костюмы. И увидите эволюцию мужского классического костюма. Какой он был в первых сериях. Какой он был в последних сериях. И свои наблюдения можете мне написать. Мне будет интересно их тоже почитать. Так. Ну, и еще. И еще у нас есть вот такой фильм. Это Уолл Стрит. Я, насколько помню, две части есть. Значит, Майкл Дуглас играет Гордона Гека. Вот. Вот он Гордон Гека. Значит, он крутой игрок на бирже. У него всегда подтяжки. Видите, да? Помочи. Это правильные подтяжки без крокодильчиков. Очень. Я не помню, кстати. Но у меня отложилось. А, да. По-моему, здесь тоже просто загорожено. У него контрастный воротник. Белого цвета. С голубой сорочкой. Я всегда, кстати, рекомендую. Всем использовать сорочку с белым воротником. Причем, очень интересно, можно... Ну, я ролик записывал. Вы можете шить себе обычную сорочку, но со временем воротник и манжеты истираются. И когда, если вы захотите продлить жизнь своим сорочкам, вы можете взять, принести старую сорочку в ателье, и вам пришьют новый воротник. Но не из того же материала. Потому что, если из того же материала пришить воротник, он будет отличаться. Потому что это будет новый материал, а сорочка-то уже, она несколько стирок пережила, и уже, ну... Ну, все равно изменения в ткани, в цвете произошли, и будет видно отличие. А если вы сделаете себе контрастный белый воротник и манжеты, тогда вы продлите в два раза жизнь своей сорочки. В общем, я рекомендую это делать. Или же просто шить себе изначально сорочки с белым воротником и манжетами. Либо просто с белым воротником. На ваш вкус. Ну да, здесь мы видим и брюки со свободными складками, клетчатые. В общем, очень стильно одевается Гордон Гека. Рекомендую. Я знаю, что с него многие брали пример и берут пример. Особенно люди, работающие в банковской сфере. Они же тоже хотят... У каждой профессии, вот у людей есть свой идеал, к которому они стремятся. Вот у многих людей, которые в банковской сфере свою карьеру начинают, они хотят быть похожим на Гордона Гека. Быть такими же успешными людьми. В общем, такими же крутыми, решительными. И, соответственно, одеваться так же. Но это я не возбраняю, это правильно. Нужно брать пример с лучших. В плане стиля Гордон Гека в Майкл Дуглас в фильме Уолл-стрит. Это хороший образец для подражания. Так, ну и бонусом я вам еще хочу показать один фильм, который я не смотрел. Но недавно Олег Гончар как раз мне посоветовал посмотреть этот фильм. Этот фильм называется «Агенты Кинсмана». Он вышел недавно. Я не знаю сюжет, но я верю на слово нашему клиенту, нашему другу Олегу. Он говорит, классный фильм, там в плане костюмов тоже заглядение, и сюжет, и игра актеров. В общем, фильм достоин нашего внимания. Соответственно, я сразу рекомендую и своим подписчикам, и зрителям этот фильм. Давайте вместе его посмотрим. Я думаю, в ближайшие дни я его посмотрю, и можем обменяться мнениями. Вот. Такие вот дела. На вопрос Александра Гейка, я надеюсь, ответил. Я надеюсь, что и многим другим людям было полезно посмотреть данный ролик. Если так, то ставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь. Пишите комментарии, пишите еще вопросы, потому что у меня времени свободного сейчас, повторяю, много. Я хочу посвятить это время работе на своем YouTube-канале, записи полезных роликов, с вашей помощью, с вашими вопросами. Мы это сделаем. Кстати, у меня уже на очереди есть еще один очень интересный вопрос. И, ну, я начну сейчас записывать серию роликов, и я скажу, кто задал этот вопрос. В общем, есть чем работать, это радует. Ну все, с вами был Григорий Пронин. До новых встреч. Пока. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok